Приветствую вас, я бы сказал, что вы в своем сне подошли к такому периоду в своей жизни, когда склонны обозревать то, что может быть сделали, то что совершили, либо может быть тот путь решили обозревать, который вы прошли. И мне почему-то кажется, что здесь у вас либо действительно есть какие-то задачи, которые вам нужно решать, либо вы в целом довольны тем, что делаете по жизни, но хотели бы чего-то большего, хотели бы больше, хотели бы перейти на новый уровень. И в этом смысле разговоры со старым человеком, с мудрецом, это по сути встреча со своей сущностью, своей личностью в очень узком смысле слова. Это означает, что вы, возможно, нуждаетесь в каких-то новых ориентирах, в каких-то новых основаниях. Это означает, что вы ищете мудрость, это означает, что вы достигли того уровня развития, когда привычные вам цели и привычные вам задачи, либо выполнены, либо происходят их переоценки и вы нуждаетесь в чем-то другом. Вот. Я также думаю, что вам, ну, не хочется расслабиться, я думаю, что вам хочется как-то вот созерцать. И, исходя из этого, можно предположить, в принципе, что вы ведете довольно активный образ жизни, в котором, в котором, в общем-то, нет места какому-то расслаблению, нет места какому-то релаксу, и, может быть, у вас накапливается усталость. Вот. Я думаю, я думаю, что расслаблению ваш сон можно именно так. Но, все равно, если вы хотите это сделать, то лучше вам обратиться конкретно к кому-нибудь из специалистов, психологов, и поработать более подробно, например, над вашими ассоциациями, да, то есть, что значит холм, что значит, вот тут вы пишете, красивое море, да, потому что море это вода, вода это, соответственно, женское, ну, как бы, женское начало, женская энергия, вот. И, соответственно, может быть, вы отделены холмом от своих чувств, то есть, наверху находятся чувства, внизу находятся эмоции, и, соответственно, вы видите море, видите море, как красивую картину ваших чувств, но при этом себя от этих чувств вы оберегаете, ограждаете, может быть, боитесь их, вот, вместо этого пытаетесь через мудрость, ну, вот, через какую-то философию прийти к тому, что могут дать вам чувства, вот. То есть, тут может быть и такая интерпретация, и такая интерпретация, да, вот, лучше, все-таки, чтобы вы поработали с психологом, и более подробно все это исследовали на беседе. Вот, это будет полезнее, это будет точнее, это будет эффективнее, и меньше будет вероятности того, что вам нанесется какой-либо вред неправильным толкованиям. То есть, поймите, Александр, что толкование это неведение только серьезное, они не занимаются так, как вы пишете, да, просто текст написали, дайте мне толкование. Эээ, необходимая, зачастую, ваша личность, чтобы понять, эээ, каким наполнением обладают те, эээ, значения, те символы, эээ, которые вы видите. Вот. В противном случае вы, эээ, просто обезличиваете себя, обесцениваете себя, если можно так выразиться, что является абсолютно неприемлемым. Эээ, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!